Еще не покупал стартеры инженера? Тогда у меня для тебя хорошая новость. Воспользуйся бонус-кодом GRANNY24WT и тебе станут доступны к покупке три особых комплекта инженера. В малом комплекте ты получишь один стартер инженера, один ключ в офентрагера и новый 2D стиль Искра будущего. Этого стиля еще ни у кого не было. В среднем же комплекте уже будет по пять стартеров и ключей, а также 2D стиль. А в самом большом комплекте тебя будут ждать 14 плюс один бонусный стартер, 10 ключей, а также два стиля Искра будущего. Так что используй бонус-код GRANNY24WT. Не упусти это предложение. Всем привет, мы работаем. Всем здрасте, друзья. Мы сегодня с Валерой решили собраться и посмотреть одну интересную репочку, которую прислали нам когда? Когда, Валер? Ну, когда-то с незапомянных времен она лежит. Ну, месяца два назад, короче, этому бою. Всем здрасте, да. Мы немножко это, вовремя решили записать этот боечек, но он достойный должен быть, по крайней мере. Поэтому сегодня мы посмотрим, обсудим и попробуем посмотреть, как можно было еще сыграть, наверное, лучше. Хоть тут я, кстати, сделал, я думаю, максимум. Вот Валера Прайм сказал, то есть это очень хороший бой, здесь много нанесено урона и играет Глорик, Глор, Глорик наш, любимый. Да, наш любимый Глорик, он, кстати, стример, ссылочка на его канал, естественно, в описании имеется. Вот, он сыграл очень хорошо и там держит свои 5000 плюс средух, вот. Но даже с такими результатами, даже когда ты сыграл, казалось бы, очень хорошо, какие-то ошибки ты все равно совершал. И можно было почти вот 99,9% боев сыграть еще лучше. Где-то там на полсекунды быстрее, где-то тут додать, где-то там додать. Вот, короче, как-то так. Все, я встал говорить, Валер, твое слово. Так, сменяю, ты видел этот выстрел по ИСУ-7 маску кумулем? Ну, там по маску. Ну, там приятненький, да-да, приятненький выстрел. Это было жестко. Семера кайфует. Собрались обсуждать ошибки, и чувак такие пички закидывает Евгению на семере. Не, ну, молодец. Короче, что тут у нас тут Ласвель, это чисто бой с десяточками против одной арты, чисто 12 уровень боя, и приехал по стандарту на Ласвель. Я тоже сюда на и пятки ещу. Поэтому тут, по сути, ничего такого пока сверхъестественного не происходит. Ну, так чисто и подалово. Смотри, из ошибок, как будто можно уже отметить, ну, перестрелку вот эту с Йохом, и получение от 261 было, ну, уже как бы необязательно, да? То есть ты выехал один раз, да, чекнулся, там какая-то ТВП, еще что-то. Но стоять, продолжать, ну, это 100% получение от арты, вот, ну, без шансов. Ты стоишь, постреливай от нее фул, как будто ошибочка. Но, с другой стороны, тоже хпшки хочется разменивать, хочется наносить урон, стоять. Не просто стоять, а давать какой-то урон. Этот выстрел мне не понравился особо, последний. Как будто он странно залетел, как будто не должен был. Ну, у него хорошо залетает, я смотрю, у этого Е5, там чуть ли не 3 из 3, 3 из 4 примерно. Ну, кстати, Глорс серверным вроде играет, не ошибаюсь, вот такой дерганный прицельчик. Ага, вижу, ну, по ощущениям, да, но это в любом случае дело привычки. Если, если он может по 5600 делать там на всяких пилках, то значит, он хорошо привык к этому прицелу, но это не мешает. Кстати, заметил, когда артовод стрелял, он дал немножко вперед движение такое было. И из-за этого 67 танканул, получается, он в Элдеху попал, наверное. Это было умом, получается? Ну, да, он может думал, что перелетит снаряд. Да, здесь такая, типа, горочка, и в теории снаряд может перелететь, но там у 261-го точность где-то 001, поэтому... И скорость полета там, ну, тяжеловато успеть куда-то уехать. Ну, кстати, он прям очень агрессивно играет, он вообще ничего не боится. Ну, а пока, мне кажется, и нечего бояться. Смотри, ну вот сейчас он максимально правильно. Единственное, кто ему может что-то делать, это арта. Да, но арта стреляет по 60 урона, поэтому достаточно безопасно получается. 60 ТП стоит очень пассивно. Вот этот вот выстрел нужно было делать или нет? Как будто бы он так уже на каком-то кураже попытался выстрелить, что... Слишком много залетало, а это странно, да. Это было хорошо и странно. Как будто он в пушку немножко попал, ну так это чисто тайминг, я бы его назвал. Здесь хороший выстрел. Пока он весь урон как будто от арты получает в основном. Ну, она разменивается, зато очень неплохо. Уже 4000 урона дал. И по бою все вроде бы ровненько. Вполне. Ну, на его месте я бы сейчас, наверное, поджался к камне 705 и попытаться еще посмотреть, что там с 7. Потому что, ну, здесь выходить еще раз и еще раз стрельнет арта 100%. Либо ждать, пока она отстреляется, как он и делает, да. Он сейчас пытается забайтить 705 и ждет, пока отстреляется арта. А не было ли хорошим вариантом сейчас вернуться на базу, учитывая, что там уже пропушили город сильный? О, нормально. Хорошо, помоги мне, помоги. 705, вот так и помогай союзникам, реально. Его попросили, он такой, ладно, ладно, поеду, я за тобой. Еще и башню специально убрал, что-то не мешает. Прям идеально все сделал. Оставил только корпус. А в итоге он, ну, Глор мог и раньше делать то же самое, только 705-й жив был. Ничего не поменял. Нет, слушай все четко, вопросов нет, хорошо делает. Но при этом база там, конечно, проблемки. Но он решил, как бы, вот здесь он решил вперед проехать, а не останавливаться. Ну, не опасно ли это делать, не знаю, где фош. Да, да, да. Во-первых, как будто он мог не успевать, там, если что-то более-менее с чем-то заряженным. Во-вторых, фош спереди, да, выходит, и ты... Ну, ладно, там еще можно как бы наверх уйти. Ну, я бы, короче, на его месте, наверное, вот прямо здесь разворачивался лбом к 60 ТП чуть раньше, и, ну, делал бы наклон просто вперед-надат-вперед-назад. То есть, в НУПРС его бы сыграл, да, типа, не заезжая слишком глубоко. Болеха, муха, 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 муха. Сколько у тебя тайминга в бою? 9.34. Лан, пойдет. На секундочку отстань, ну ладно, не страшно. Нормально, мы профессиональные стримеры, блогеры. Да, случайно скипнутся, видос. И теперь возвращается, но и это максимально правильное решение, тут как бы делать нечего. 5-10 счет, в два раза по хп проигрывает его команда, ну и получается здесь только принимать. Ну, не факт, что в 2, мне кажется, не видел Афлю. Нет, нету данных у него по тем хпшкам. Ну, хорошо, тут, по сути, просто стоять и штрать ошибок. Но при этом тут проблема, что и левый фланг, ну, он, по сути, ущелье оставил, и там уже сразу танчики появляются. 2-8-5 сразу на стоп. Вот смотри, а в такой ситуации, ну, не было смысла на f1 остаться. Потому что часто, когда ты там пропушиваешь ущелье, развернулся, встал в f1, что с одного, что с другого респа. И встречаешь, потому что очень часто бывает такое, что ты пропушил ущелье, тебе надо возвращаться, все союзники возвращаются, и они возвращаются прямо вот до базы. Можно же, да, можно же одного на f1 оставлять, но вот это что-то странный шотик. Интересная фишка была. Все, на лицо пользуйтесь. Не, ну слушай, да, я с тобой соглашусь, это нормальная была бы тема. Чисто собрать хотя бы инфу, учитывая, сколько танков было союзных на базе. Там спокойно можно было не до конца допушивать. Так, подсобрать инфу, понять, что кто есть, кого нет, и дальше разыгрывать. А тем временем тут уже пропушили союзников, я смотрю на базе. Ну, я-4 живет, пока что это главное. Вот есть ли смысл проезжать сейчас направо, там, за каменью? А, ну тут 87 подставляет. Просто фармишь. Хорошо, что две ПТ-шки именно живы, потому что это, знаешь, такой очень хороший сдерживающий фактор. Чисто даже количеством, мне пофиг, что они там стреляют, не стреляют, что они есть. Это прям огонь. Да, ну то есть ты понимаешь, что вафля едет, ну, выходит бабах и лопает ее. Все, значит, вафля не едет. А если бы там стоял какой-нибудь тяжик, она такая, ну, пофигу, приму там на 500, зато раздам барабан. Потом решает прям в наглую уже. Ой. Ой. Нормально. Под калибером неплохо прокинули. В этой ситуации, ну, по-моему, тоже ошибок особо нет. Делать правильно, подъехал, поджал под рельеф, арта сзади, арта теперь не простреливает, просто играешь от башенки. Ну, рискованно, конечно. Да, тут мог спокойно получать. Но прям на уверенном делает, в общем, в этом бою. Со всеми прям агрессивно отыгрывает так. Но бабах вроде КД была, да. ТВПХ как-то очень жестко раздает, на самом деле. Вот сейчас, ну, кажется, что он не совсем правильно вышел, да. То есть он выходил так, чтобы там НЛДХ была под большим углом, но чуть-чуть все-таки надо было больше лбом выходить. Тогда бы ТВПХ не дала это пробитие, и тогда не надо было бы париться, что ваншотный ты там для арты или нет. А сейчас, ну, бабаху, да, легко убивать, тут как бы без шансов вот этот выстрел только опасный был. Бабаху, ты убиваешь без шансов, но вот от арты как бы можешь отлететь. То есть 420 может пройти с этого жирного фугасика, а не себе. Ага, интересно. Для какой? По факту бой достаточно простенький получился. Там не так много моментов, которые можно обсуждать именно в плане перетяжа, какого-то майндгейма. Тут больше вопросов именно был по стрельбе в основном. То есть где там нужно тычки давать, где лучше не получать лишний урон. Вот здесь были какие, конечно, моменты там с Йохом, от арты очень много получал, конечно. Но в целом именно решения, которые он принимал, они все прям своевременные, быстрые, правильные, качественные. Да, но от арты это правильный размен. То есть он получил в итоге от арты хп 500, но за эти 500 своих хп раздал там сколько в ущелье? 5000 плюс. Ну если он хладнокровный, то окей. Потому что у меня бы сгорело, и я бы с трясущимися руками оставившийся бой доигрывал от нескольких тысяч от арты. Я думаю, так нормально. Вот тут как думаешь, было правильное решение ехать по четверке? Через базу? А, по четверке? Ну по четверке это самый короткий путь. Ну времени дофига, ну и артовод последний раз тебя видел именно на четверке. Ну говори. Есть три варианта у артовода в таких случаях. Типа ехать по ущелью, ехать в город и никуда не ехать, да? То есть три варианта. Последний раз артовод тебя видел на четвертой линии, ты показал, что ты туда и едешь. Ну как будто есть смысл развернуться и проехать через ущелье. Типа такой фейкануть и обратно. Ну как вариант. Но эта тема бы не сработала, если бы было мало времени, потому что по ущелью у меня меньше ты тратишь гораздо больше. А так у него, типа, вальяжно может себе позволить все что-то делать, учитывая шесть минут целых. Ну и еще один момент. Мария, последний раз арта могла хоть по кому-то стрельнуть, вот он, помнишь, она по нему стрельнула, когда он на G1. О, помните. Это, кстати, была бы бэшка. Это была бы бэшка. О, кстати. Да. Короче, молодец. Да, молодец, не так много ошибок. Мы хотели что-то поразваливать, там мы хотели сказать, да вот, да, ты молодец, но вот здесь вот что за выстрел? Надо было здесь досвестись, но вроде как бы все хорошо, чтобы не к чему было докопаться, но все равно пару моментиков было, где-то там лишнюю тычку получил от ТВПхи, НЛДху подставил, где-то чуть-чуть промедлил, где-то можно было в ущелье остаться и заранее этого 268 пострелять. Такие всякие вот моментики. А сколько он там, а нет, по 268 он много там накидал. Если бы еще какая-нибудь бабаха самошетела бы 268, то это в итоге вообще критическая ошибка была, не оставаться в F1 в этом акустике, не давать инфу. Вот, а так ему повезло, что его никто не убил, он там спокойный там. Да, он поехал, вот за фаршем, да. Ну что, молодец. Все, ладно, да, ссылочка на него есть в описании, напомним. Спасибо всем, кто смотрел, увидимся. Если вам нравится такой формат, то мы готовы его продолжать делать и в целом искать очень много интересных и боев. Если вдруг у вас такие, кстати, есть, то можете кидать их в телеграммы наши, и мы обязательно что-нибудь там поищем. Вам спасибо большое всем за просмотр. Спасибо, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok